Просто умопомрачительное количество комментариев и просьб было от вас на то, чтобы заснять топовый российский ОБТ Т-80 БВМ. Ребята, поздравляю! Сегодня мы с вами снимаем обзор геймплея на то, как играется топ из всех топов. Топ-1 ветки прокачки СССР, но уже российский танк, собственно, БВМ собственной персоной. Да, прошу любить и жаловать. Что у нас есть? На самом деле, несмотря на то, что мы топ, это максимально, а в каком-то смысле, простой танк. Его особенность только в топовом теплоке и наличии реликта по бортам. Немного кумулятивных решеток сзади башни и в корме танка, а в остальном немного увеличенная защищенность башки и, соответственно, корпуса. А в остальном это та же самая 80-ка, то есть чего-то в ней такого сильно сверхъестественного нет. То есть мы отличаемся от натовцев, мы такой простой ОМОНовец, который выламывает двери и там врывается на своих 70 км в час и по кому-то там стреляет. Немного доработан тут еще магазин дозарядки, то есть для топовых российских снарядов уже подкалиберных. Но, тем не менее, ребят, я предлагаю посмотреть, что это умеет, как оно играется в рандоме. Поехали! Топ-1 советский, то есть уже российский ОБТ геймплей, обзор. Полетели. Давайте начну, наверное, с самого главного плюса БВМки. Это то, что мы всегда играем в топе по понятным причинам. То есть проблем с низом списка у нас больше не возникает и это хорошо. Хорошо, если серьезно, то у нас есть, по сути, что? У нас есть топовые наши подкалиберные БПСники на 580 пробоя с адекватной баллистикой, топовый теплак. И, в принципе, это все. Мы стали только на тонну тяжелее из-за реликта, а в остальном мы ничем не отличаемся от других модификаций 80-ок. Вот. У нас, на удивление, нет никакого вообще такого супер, какого-то там электроники. То есть нет сильно крутого оборудования. У нас есть только теплак и все. Ни тебе СПО, ни тебе там КОЭПов, СОЭПов и так далее. Ни тебе там, не знаю, чего-нибудь еще. Ну, то есть все, только теплак и, в принципе, то вот и весь танк. То есть решили вообще не заморачиваться, так понимаю, максимально. И сделали, собственно, БВМку. Но, тем не менее, у нас стоит все тот же самый 1250 сильный ГТД. Рвем мы с места неплохо, держим максималку в 70 адекватно. Защищенность у нас теперь элик по бортам. То есть пробивать нас, убивать борта действительно будет сложно. Не то, чтобы прям невозможно, но урон проходит намного хуже. То есть из этого самого реликта. Откидываемся мы с фаншотов только при взрыве БК, который находится под днищем, да, попадания в НЛД. Или, собственно, взрыв в топливный бак. Все. То есть у меня не было ни разу такого, чтобы мы откидывались от топовых ломов натовцев. Не знаю, там, от того, что убили всех членов экипажа. То есть такого у меня почему-нибудь не случалось. Но, может быть, мне повезло. Однако, в любом случае, давайте проверять. Попробую отыграть куда-нибудь отсюда. Вижу какого-то натовца. Интересно, он меня видит. Вообще клювом щелкает. И ничего сильно не наблюдает. Там кто-то есть? Непонятно. Тут наша БВМ, а тут? Вот это была, конечно, ошибка. Это кто? Это Лео. Так, ну, что делать слева? Вот так слева сделаем. Успеть? Не успею. Да, 6,5 секунд все-таки быстро. Кстати, да, 6,5 секунд это довольно быстрое КД. Ну, то есть, далеко не у всех натовцев есть такое. Если это не магазин до зарядки, там, или что-то еще. А тут у нас все-таки, как-никак, 6,5 секунд. То есть, мы способны даже лежать на управление, там, в случае чего. Вот. Копырец обереженого БВМ бережет. Мне просто так Лео дал в ствол. Вот. И мы уже забираем. Вот это была, конечно, лютейшая ошибка. Вот, собственно, и топливные баки. А сейчас... Да. Неправильно подставился. То есть, моя полностью ошибка. Вот. Ну, давайте в следующем бою посмотрим, как он играется более-менее адекватно. На этом танке так и вообще манит куда-нибудь влететь, на кого-нибудь вылететь. Там, быстро кого-то расстрелять и так далее. В принципе, большинство от охраны вам это позволяют сделать. Вот. Но, зачастую это играет злую шутку, потому что, хоть и БВМку не ваншотят из-за убийства экипажа, ее зачастую ваншотят из-за... Как бы это назвать-то, так... Ее ваншотят из-за ее топливных баков. Попадание в НЛД практически всегда приводит к тому, что у нас взрываются топливные баки, либо же взрывается байкомплект. То есть, идет пожар и, в принципе, все. Вот. Из-за экипажа, да, из-за реликта, то есть, мы практически там будем всегда жить. То есть, мы, если надо в цигуру стрелять неправильно, мы будем выживать и так далее. БВМки, кстати, да, достаточно популярные опыты на этих БРах. Ну, пусть понятно. А на чем еще играть? Вот. Но... Раз играют, значит, не просто так. Значит, давайте смотреть все-таки геймплей. Давайте будем в меру смелыми. Будем держаться первой линии всегда в бою. И пробовать агрессивно кого-нибудь задавить нашей агрессией активной. Я еду на Б. Постараюсь его сейчас взять. Вот. И там уже дальше сориентируемся. В принципе, это все. Что о ней еще можно сказать? Я, когда получаю всегда технику, я тестирую ее там хотя бы там один... Ну, какой один там? 5-7 боев, чтобы понять геймплей. И геймплей БВМки мне подсказывает на то, что этот танк вот играется именно так и никак иначе. То есть, куда-то ворваться. То есть, мы не танк для того, чтобы отсиживать в кустах. Тем более, играть от УВН. Мы такой универсальный боец, который может куда-нибудь ворваться. Быстренько что-то захватить. Быстренько с кем-то там постреляться и так далее. В принципе, это и послужило названию ОМОНовец. Вот. И по сей день, по сей день оно так оно и играется. Конечно, тут я говорю, меня все время мучают соблазны на то, чтобы поехать куда-то и что-нибудь там замутить. Но надо быть с этим очень аккуратными на самом-то деле. Это не всегда может прям сыграть с нами хорошие какие-то вещи. Вот. И поэтому надо всегда, ну, играть, как минимум, хотя бы вот так. Ну, как минимум, хотя бы вот так. Нормальненько. О, мощь. Криво выстрелил. Мой косяк, знаю. Вот. Ну, да ладно. Давайте подкатываем. Ребята не смогли проехать на Б. Значит, Б 100% за нами. Надо смотреть то направление. Вот. Ребята, скорее всего, уже где-то там. Почему-то просто по поляне едет страйкер. Да, господи, не надо, пожалуйста, урон. Все. Почему он не ехал просто по поляне? Неужели его никто не заметил? Ладно мы, мы хотя бы не в чистом поле едем, а он просто ехал. Пока, не знаю, тебя там не покалечат, не убьют, союзники не увидят никого, что кто-то там, в принципе, вообще существует. Вот. Но, да ладно, опасненько подставляемся туда. Но геймплей у нас такой, что мы, в принципе, можем это себе позволить сделать. Однако, аккуратно. Вот, кстати, и птуры полетели по нам. Что ж, мы, конечно, танкуем. Мы, конечно, танкуем, реликт, все дела и так далее, но... Кто это был? Это была ДАЦ. Это была зенитка. Ну, придется ждать. Мы не потеряли чинов экипажа, кстати, заметьте, друзья, что... А вот сейчас, походу, потеряли. Три фрага, одна точка, две помощи. Ну, в принципе, адекватно. Ну, и из-за чего? Экипаж выведен из строя или все-таки это был пожар-байкомплект? Я до конца не понял. Ну, что, у нас зимний Сталинград. Полетели, как обычно, по классике брать А. Хотя я бы поехал, на самом деле, немного вон через Тиангар бы поиграл. Вот, потому что город это наша стихия. Когда можно вылетать из-за угла по-быстрому и за счет эффекта неожиданности стрелять по надобцам. Они зачастую делают ошибку, стреляют там куда-нибудь по ЛД. Вот, и пробивают далеко не всегда. То есть, ВЛД наш держит удар довольно хорошо, если стрелять, ну, прям в сам ВЛД, а не куда-нибудь прям люто под башню. Тогда, конечно, да. Ну, и даже при этом, у нас далеко не всегда умирает весь экипаж. То есть, один, да, человек, наверное, всего откинется, и мы останемся без казна. Однако, будем жить, есть неплохая вероятность, что мы, в принципе, сможем пережить это попадание и двигаться, в принципе, дальше. Но, как это будет по факту, давайте все-таки смотреть. Точка у нас А, точка одна и единственная, но направлений, как обычно, тут у нас будет два. Одно где-то здесь, то есть в этой зоне, а другое у нас будет, где там ставят эти цистерны с топливом или херпами, с чем другим. Вот, тут обычно есть прострелы, можно попробовать подловить каких-нибудь неаккуратных нато-пацанов. Если, конечно, таковые будут прокатывать. Но они всегда здесь прокатывают, я не поверю, что тут не будет никого. Хотя, по какой-то причине я реально никого не слышу. Возможно, рано, неужели мы так быстро приехали сюда? Зарядающий двигатель, трансмиссия, все, Лео нам проигрывает, чисто в дуэли. Давайте, на всякий случай, выбьем ему ствол. Вот, чтобы он точно понял участь, так сказать, своей хибы, точнее, ошибки. Слышу также сразу справа какого-то Абрамса. Бэбрамса, как я их называю, да, вон он. Он забирает нашего Трумса, но я его почему-то перестаю видеть сразу же, буквально. И это мне не очень сильно нравится, да. Хотя, он вроде отвлекается. Найти бы по нему прострел. Понятненько. Ясненько, текстура красиво прогружается. Можем, конечно, попробовать его зарашить. А, в принципе, почему нет? Что нам мешает? У нас же геймплей-то такой. Будет единственное некрасиво, что мы будем подставлять корму. Однако нет, самое страшное, самое страшное для Бэбрамса это вот это вот. Командир-новодчик. Ну, дублированная система огня, конечно, у него существует. И это понятно, но... Его это не спасает. Два фрага. Один лёпик, другой Бэбрамс. И вот, в принципе, это и всё. Уже будем подкатывать тогда поближе к точке. То есть, у нас, знаете, такой вот геймплей, когда ты кого-то увидел, в него поехал и его зарашил. Всё, вот это работает именно так. Потому что у нас, ну, как бы сказать, у нас не сильно позиционный танк. У нас танк больше каких-то, знаете, вот таких вот самых рашев, БТРов, врывов куда-нибудь, да, и так далее. Вот, БВМ, который есть впереди меня, в принципе, это даже в каком смысле подтверждает. Вот, но, опять же, да, конечно, сильно рисковать не надо. То есть, все риски лучше делать в меру. И рисковать, соответственно, адекватно. Так, ладно, БВМ-ка забрала иксэнку. Иксэнка. Тут дела же, дорогой. Вот, и давайте просто кататься и искать врагов. В принципе, это всё, что нам нужно делать. Я как будто бы кого-то слышу прямо. Но в то же время справа, как будто бы тоже. Гепард. Ясненько. Попробуем заскочить сюда. Точка за нами. Я не понимаю, у них что, закончились пацаны или как? Нет, не закончились. Не успел. Но это было, конечно, быстро. Так, ну и, по-моему, я так предполагаю, что... Да нет, у них есть пацаны. Очень странно, что они уже как будто бы все куда-то бы подевались. Угу. БВМ-ка, которая была сзади, откинулась. А откуда был выстрел? Так, ну вряд ли справа. Как будто бы откуда-то из этого ангара, да. Я прям люто кого-то здесь слышу. А также кого-то слышу... Не говорите, что прямо отсюда. Да, прям тут кто-то едет. Вон, видите, красавица. Долбится в глаза, который... Так, там вроде бы никого нет. Но я знаю, что сразу в этом ангаре у нас стоит кто. Да ладно, он куда-то уехал. Ничего не понимаю. Я точно его там слышал. Просто отвлекся на вот этого вот красавца. Ну ладно, допустим. Динамика у нас, конечно, совершенная. То есть тут и сказать сильно нечего. Быстро менять позиции. И пацаны за нами будут просто тупо элементарно не успевать. Вот и как бы и весь геймплей. По сути-то вот он. По сути-то реально вот он и есть. То есть, ну... Не надо отсиживаться где-то там вот с какой-то точки. И что-то там пытаться сообразить. Вот. Нет. Просто поджимайте пацанов наглую, причем это делая. И... И все. И будет счастья вам. В себя почему-то я решил поверить. Справа слышу, как будто бы зарескался какой-то еще очередной Абрамс. И причем он делает это довольно грамотно. Но у них уже не осталось вариантов. По понятным причинам. То есть им уже в принципе ничего не остается. Мы подали уже и Хриспу. И вот в принципе-то и все. Вот в принципе и геймплей. Вот так это работает. Так. Я очень надеюсь, что он тут был один. Подставляться бы, конечно, не хотелось под конец боя. Ну, вроде бы все. Вроде бы-то в натуре все. Не все. Однако не все. Так, ну... Погоня за фрагами, она никогда сильно ничем хорошим не заканчивается. Вертолет прилетел и принес нам подарочки. Однако 7 фрагов. 7 фрагов я считаю очень достойным результатом. И в принципе, это показательный геймплей того, как лучше всего играть на БВМке. Не отсиживаться, врываться и так далее. Но давайте еще пару боев точно сыграем. Так, ну что, новый бой. Новые впечатления. Новые фраги. Новые эмоции. Новый нагиб в кавычках. Полетели. Несмотря на то, что точки основные в городе и заварушка основная будет происходить там, я рискну все-таки сыграть от этого вот холма. Параллельно кого-нибудь пробую я увидеть через наш шикарный Теплак. Зум, кстати, ну по понятным причинам тоже вполне себе хорош. То есть, понятно, что мы тут в теории должны быть нашпигованы электроникой. Хотя почему-то большинство модификаций, казалось бы, логичнее на него поставить, ну то есть, все, что было на предыдущих танках. Коэп, не коэп, там хотя бы коэп, я не говорю, проказываю уже. Хотя бы там, не знаю, СПО, то есть, что-нибудь такого, из такого формата, но ни хрена из этого. Почему-то нам не завезли. Лазерный дальний мер держи и радуйся. Вот и в принципе и все. Но Теплак, да, конечно, Теплак тоже плюс. Вот, давайте попробуем его отыграть отсюда. Бои у нас, кстати, нефига расе, а полный бой. На топ-тире ТА. Хорошо. Так, БВМ какая-то нас будет крыть, по идее, оттуда. По идее, возможно, у нас получится даже что-нибудь увидеть вот таким вот нетривиальным форматом. Но это надо делать очень-очень-очень аккуратно. Вон тут она точка А прокатывает. Попадание. Топ-дамаг. Ну ладно, тут не буду спорить, тут достаточно низко шел снаряд. Так, попробуем кого-нибудь высмотреть. Кого-то вижу. Ну, он уехал. Лады. Главное, чтобы нам никто не пришел отсюда и не дал в жбан. Вот тогда будет печально. А это еще пока все цветочки. А это еще пока все вообще не страшно. Вот. Две восьмидесятки наши уже поддавливают вот это направление. Это достаточно хорошо. Вот. Надеюсь, что больше там никого нет. Надо бы тоже аккуратненько посмотреть. И потом можно переключиться куда-нибудь вон туда. Вон на тех пацанов. Хотя и пацаны. Здорово. Какие-то птуры полетели, кстати. Как будто бы по нам. Хорошо. Бэбрамс получает свой заветный подкалибер. И как будто бы там долетают какие-то птуры. Я боюсь просто, понимаете. Я не хочу вылазить. Кто-то пускает птуры. Нас прям жадно хочет забрать. Я, конечно, очень сильно надеюсь, что это не в меня. Это был флорократ. Не успел убежать. Какая досада. Интересно, это живое? Живое, прикиньте. Ну, ёпо-мать. Да. Получили жбан. Заслуженно. Заслуженно. Высовывались довольно таки, как бы не очень. Два фрага сделали. Вот. Однако нам теперь в любом случае надо будет чиниться. Давайте закинем кому-нибудь куда-нибудь артиллерию. Может быть, вдруг кто-нибудь тут. Я не знаю. Чем еще, в принципе, заняться. И надо посмотреть, кто это был. Надо дать понять пацанам, что вот тут кто-то есть. Разведочки, к сожалению, у нас нет. Ага, и вон там он кто-то есть. То есть, вон там тоже кто-то есть. Надо бы про него не забывать. Не знаю, для кого я делаю отметку. С кем-то мы вроде играем. Даже в отряде. В рандомном, по понятным причинам. Вон там он стоит. И он будет меня контролить. Визель стреляет в наших БВМ-ок. И проблема-то в том, что эту... Тварь хер, где увидишь, так-то. Ну, по сути, если... Если... Если в реальности... Нихера себе. Эта сушка дала ГБУ-шкой. Нет? Да что такое? Хватит меня стрелять. Кто это был? Это был... Абрамс? А, их тут двое стоят. Я вылез. Надеюсь, на то, что у него КД. А там их было двое. Ну, три фрага. Уже неплохо. Давайте еще один БВ-чка будем завершать. Городская карта. Наша карта. Полетели на Ц-шку. Пожалуйста. Ну... Ой, дай бог вам здоровья, ребята. Дай бог вам, блядь, здоровья. Ёбаный свет. Ну, почему нельзя подождать полсекунды, чтобы нормально все разъехаться, разъедутся и не пробовать в тайминге. Ну, ладно. Без негатива. Играем. Забыли все обиды. Поехали на Ц. Играть нам от города более-менее комфортно. То есть, я думаю, самый комфорт для нас город. А вот бой на семи фрагами, я думаю, это тому подтверждение. Время забываю, как карта называют. Сталинград, по-моему, зимний был. Вот, да. Однако тут у нас Польша. Тут у нас с вами нынешний Вроцлав. Текущий Бреслав. И уже начинается какая-то лютая перестрелочка. Мы, конечно, как лютый ОМОНовец на нее должны успеть. Но почему-то я никого не видел. Хм, сранно. Ладно, в любом случае, залетаем на Ц. И параллельно в то же время смотрим кого-то справа. Потому что там не просто так ребята сидят. Господь, сколько вас. Через каток? Бляцкие системы до зарядки, а. Ну опять НЛД, опять взрыв боекомплекта. Ну, ёпамать. Ну, нам всегда взрывают БК, понимаете? Никогда нам не убивать, сука, членов экипажа. Но вот БК у нас разлетается просто в пух и прах, блядь. Да. 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 Но это система до зарядки. И тут по понятным причинам мы кодешнемся быстрее практически всех. Вот. Просто я забыл, что у типов стоит система эта. Ну, следующий. Чё. Итак, городская карта Берлин. Одна точка. Погнали. Насколько полный бой. Не сильно полный. Вот. Ну и на самом деле тем лучше. Много фрагов не надо делать. То есть надо просто играть же в удовольствие. Да вот и всё. На самом деле ни разу, честно, там один, может быть, два раза в жизни ездил на эти точки. Невозможно я сейчас сделаю что-то очень, очень сильно неправильное. Да. Мне кажется, это было сразу понятно. Но да ладно. Чем чёрт, как говорится, не шутят. Я всегда играю, потому что от правой стороны, а тут меня почему-то вынуждают ехать сразу налево. Ну как, никто на самом деле не вынуждает, но это было бы странно. Если бы я там с тремя пацанами поехал бы куда-нибудь в ту сторону. Лады. Давайте отыгрывать от точки. Так как мы всё-таки способны держать какой-никакой удар, а наши топливные баки, к сожалению, нет. То в теории можно сделать вот как-нибудь так. На очек, держащий двигатель трансмиссии. Это мало о чём вообще говорить. Но он допускает ошибку, за что его можно наказать. Давайте сделаем это ещё раз, потому что он не понял нихера. Или как будто бы кто-то есть там. А может быть это просто иллюзия. Возможно, всё идёт именно к этому. Знаю, что тут за углом стоит чел. Или нет. Что он мне бесплатно даст захватить целую точку. Или как это вообще работает. Зрай отвлекли. Надо было подождать, пока ошибётся. Он и так ошибся. Но, в чем это я его не провёл. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яшечки. Кто ты? Так. Слышу. По ощущениям, очень люто, как будто бы абрамса с той стороны. Так, люто проезжаем. На самом деле, очень быстро и максимально опасно. Вот. Но кто не рискует, все знают, что он в итоге потом не пьёт. Там никого из живых не осталось, что странно. Так, лады. Давайте попробуем подкатить поближе. Вот геймплей. То есть мы уже у них на респе. Мы, в принципе, можем отсюда отыгрывать. Будь у меня чуть побубащий ранг экипажа. С точки зрения ремонта. Потому что пацаны от страха будут нам ломать казенник. И, в принципе, правильно-то будут делать. На самом-то деле. Так-то, если уж подумать. Вот. Но мы пока у них не светимся. И это уже хорошо. Вот. Давайте их просто кошмарить. Потому что что нам ещё остается? Бабрамс допустил ошибку. А второй, интересно, допустит её? Второй даже до нас не доехал. Так. Есть ли у них там кто-то ещё? Не ясно. Где он стоит, на самом деле, тоже не ясно. Оу. Здорово. Вот геймплей-то. Ребят, вот он. Во-о-о-от он. Всё. Продавили. Куда-то залетели по-быстрому. Кому-то люлей надавали. Слышу, как будто бы прямо кого-то. Да, прямо тут передо мной. Вот. Но я смотрю вон у того пацана. Потому что я точно знаю, что он захочет мне отомстить. Да. Бабряшкинс. Захочет ещё как? На что ты рассчитывал, Лёпик? Я не знаю. Выехал по красоте. Вон ты корявые. Так. Лады. Где наша Брашка? Ну, кто-то уехал. Странно. Куда он уехал? Я его даже не вижу, кстати. Неужели он прямо тут? Он прямо тут. Подставляемся под респул. Но делаю я это осознанно. Хотя, наверное, и зря. А может быть и даже и нет. Критический урон. Взрыв БК должен был быть. Но его... Что? Его правильно. Нет, блядь. Пощадить его, что ли? Нет. Пленных не берём. Сори, пацанку. А! И чё? И всё. Хе-хе-хе. Ну вот. Четыре фрага, один захват. Нормально. Вот, в принципе, такой геймплей... Эм... И есть на БВМке. Так-то. Ну, то есть, вот она. Никакое другое. Мне сложно видеть её в каком-то крысячем положении. Где-то там в кустах. Камень-куст база. Теплак и так далее. Вот. Вот как можно играть. Вот как можно и нужно на нём играть. Топ-1. Ребят, я думаю, в принципе, это всё. Давайте коротко скажу. Играется БВМка реально люто. То есть, надо к ней приноровиться будет, да. И вам дан танк, который может делать врывы. Который способен, в принципе, занимать точки. Который способен их удерживать и так далее. Понятно, что не всегда. Понятно, что там рандом будет играть. Вносить свои коррективы. Будут взрываться топливные баки. Или боеукладка. Но весь танк намекает нам на то. Со своей динамикой. Со своим реликтом. Со своей быстрой цикличкой. Намекает на то, что не нужно стоять где-то у кустов. Надо ехать. Надо врываться. Надо заходить в борта. И если отряд из каких-нибудь БВМок просто поедет давить какое-то направление. Я уверен, что если там будут улочки. И если можно будет спрятаться. Они такого шорху наведут. Что прям будет очень люто. В принципе у меня все. Ребят, всем спасибо искренне, кто смотрел этот обзор. Если реально вам видео понравилось. Поставьте что-нибудь ниже. Буду вам искренне признателен. Пишите комментарии. Я все читаю. На все постараюсь отвечать. Вот. И у меня все. С вами был как всегда Столяр. А до новых встреч. Всем пока. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok